Всем привет! Меня зовут Корочев Сергей, это сайт Ассоциации Репетиторов. Я попробую вам за 2 минуты рассказать о преимуществе моей программы ENG-курс. Итак, в день человек может запомнить не больше 7 слов, новых единиц, да, лексических. Попробуйте запомнить больше, у вас ничего не получится. Ну, конечно, может быть, но вряд ли. Вы можете в день запомнить 20-30 слов, но если говорить о длинной перспективе, месяц, год и больше, то мозг будет забывать слова. Итак, у нас есть волшебная цифра 7 слов в день. Мы начинаем с этого. Дальше, как нам еще упростить задачу ускорить изучение языка? Из этих 7 слов 2 будут похожи на русских. Например, презентация, презентейшн, вот, спорт, спорт. У нас осталось 5 слов в день, и что мы делаем с ними? Так, если вы сегодня познакомились со словом здесь, here, то слово там, there, попадется вам в моей программе не раньше, чем через 2-3 месяца. Почему? Потому что мозг прекрасно склеивает слова, которые близки по смыслу, например, большой, огромный, гигантский. Противоположный по смыслу, дорогой, дешевый, тут, там. И слова, похожие по звучанию, вот. И таким образом мы, например, сегодня мы изучаем слово here здесь, через 60, там, 90 дней there, там. Таким образом мозг не сможет их склеить, потому что первое слово вам прекрасно за это время запомнит, отработает в разных контекстах, и вы в речи уже никогда не будете путать эти слова. Возможно, кому-то известна эта история, что все путают here. Почему? Потому что в школе, как правило, эти слова дают на одном занятии, и мозг прекрасно их склеивает. Это что касается слов. Кроме слов, у нас есть еще языковые конструкции. Языковые конструкции – это связки слов, которые создают какую-то мысль. Например, конструкция действия прямо сейчас в настоящем, конструкция действия в прошлом, конструкция описания в настоящем, конструкция объекта и места, в котором находится в будущем и так далее. И таким образом мы вначале берем слова, которые нам наиболее нужны и наиболее просты в том порядке, который я сказал, и конструкции, которые вам будут чаще нужны в речи, и мы друг за другом их накладываем и создаем язык до тех пор, до того уровня, который необходим вам. Спасибо.